Есть еще одна такая интересная форма, это доверительное управление. То есть вы, например, создали свой бизнес и наняли какую-то фирму по договору доверительного управления на то, чтобы она этим бизнесом управляла. Полностью, частично, часть какой-то работы или вообще весь бизнес, это уже другой вопрос. В общем, форма такая есть. Либо наоборот, вы можете выступать в виде фирмы, своей собственной, вашей фирмы, которая по доверительному управлению. Или, как говорят по договору аутсерсинга, делает для какой-то крупной компании какую-то часть работы. Ну, например, у вас видеостудия, и вы снимаете ролики для какой-нибудь крупной компании, Русалы, или Газпрома, или футбольной команды какой-то, или компании сотовых, операторов, и так далее, и так далее. То есть получается, что вы профессионал в какой-то сфере, и либо вам доверяют эту работу в этой сфере, либо вы нанимаете профессионала, и на определенных условиях, как и договоритесь, по доверительному управлению они делают за вас часть этой работы. Между прочим, доверительное управление – хорошая штука. Я, например, сейчас полностью перешел на доверительное управление. Но я не призываю к этому всех, потому что это, наверное, этап моей жизни. То есть, да, доверительное управление тем хорошо, что вот я купил бизнес, это терминальный бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, и передал его в управление той компании, которая дислоцируется в Эмиратах, и профессионально разбирается в этом бизнесе, и имеет с ним всю суету фактически. Но я отдаю половину прибыли своего терминала за этот бизнес. Ну, вернее, за управление этим бизнесом. У меня при этом неплохо остается, то есть где-то примерно процентов 50-80 годовых у меня остается, я этим доволен. Вот. И этот бизнес у меня останется, я надеюсь, навсегда, надолго, по крайней мере, на десятки лет, да, но при этом мне никто не мешает делать какие-то другие бизнесы. Этот бизнес я нашел, на него деньги я купил, он приносит мне спокойно доход, я от этого совершенно не завишу, ни от моего здоровья это не зависит, ни от какого настроения и состояния. Бизнес приносит доход, этот доход я потом вложу в другие какие-то бизнесы, и так все это и развивается в жизни, чтобы прекрасно это понимать. Поэтому, друзья, не зацикливайтесь на слове «собственный бизнес», пусть он будет у вас «собственный», но при этом бывают разные формы сотрудничества с другими бизнесменами. Для того, чтобы вы получали много, бесхлопотно, необходимо делать бизнес не одному. Потому что если вы его делаете в количестве один человек, или у вас небольшой штат, то вы зависите от здоровья, от всяческого здоровья и состояния, и настроения тех людей, которые его делают. Поэтому, конечно, надо уметь так встраиваться в большие структуры, в успешные бизнесы, чтобы при этом сохранять свою собственную самостоятельность и индивидуальность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!